Вековой кирпичный дом на Садовой 128 доживает последние минуты, а семья Муратовых, мать Алла Петровна и ее выросшие дети Елена и Вадим до сих пор там прописаны и платят за коммуналку, хотя переселились из аварийного жилья 7 лет назад. По счетам за временные квадратные метры они тоже платят. Чтобы разрешить ситуацию, жители пришли на прием к депутату Госдумы Александру Хенштейну. Проблема в том, что САВЖ обещал передать их в муниципальную собственность, в городу, и с нами был бы заключен договор социального найма, новые договора, и мы были бы прописаны уже в своих квартирах, они жили бы на правах квартирантов и не оплачивали бы, так сказать, по двойному тарифу. На данный момент все это затянулось на неопределенный срок, точный срок никто нам не говорил и не указывал. Разобраться в этой проблеме навстречу пришли представители САВЖ и городского департамента управления имуществом. В итоге городские власти предложили семье Муратовых на выбор два варианта постоянного жилья. Квартиру в новостройке в районе 18-го километра или в Волгаре. По договору социального найма с пропиской и перспективой дальнейшей приватизации. Жилье будет сдано в середине 2022 года. В настоящий момент производится приобретение квартир для расселения. В данной семье будет предоставлено жилое помещение, двухкомнатные заливные квартиры в черте городского круга Самара. Вот эта ситуация, которая, ну, она полностью прозрачна, прямая и не без всяких инсинуаций. Я должен с удовлетворением отметить, что у нас очень хорошее рабочее взаимодействие с городскими властями. И мы неформально стараемся искать пути решения. Не просто закрываться буквой закона и параграфами, а действительно пытаться найти нетривиальный путь для того, чтобы помочь людям. На расселение людей из ветхого и аварийного жилья регионам России в ближайшее время дополнительно будет выделено 45 миллиардов рублей. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.